7 сентября прошла очередная презентация компании Apple, где показали новые Apple Watch, вторую ревизию AirPods Pro и новый iPhone 14. Подробности о новинках далее. Пользователям представлены новые Apple Watch, AirPods Pro и iPhone 14. 7 сентября прошла очередная презентация компании Apple, где показали новые Apple Watch, вторую ревизию AirPods Pro и новый iPhone 14. Умные часы Apple Watch Series 8 получили новый дизайн, интерфейс и обновленные функции. Так, в устройство внедрили датчик температуры тела, кроме того, новые часы снабжены опцией обнуджения аварии. При резких толчках и падениях Apple Watch Series 8 фиксирует это и предлагает вызвать экстренные службы. Точнее, если угроза ложная, вам необходимо вручную отменить вызов. В противном случае часы свяжутся со службами и передадут ваше местоположение. Скорее всего, эта функция будет работать только на территории Европы. В продаже в США часы появятся с 16 сентября. Цена данного девайса составит 399 долларов за версию с GPS и 499 за версию SIM. Также были показаны Apple Watch SE второго поколения и Apple Watch Ultra с титановым корпусом и плоским 49-мм экраном для самых требовательных пользователей. Далее были представлены AirPods Pro на базе нового чипа, который получит поддержку Bluetooth 5.2. Звук станет лучше, качество соединения стабильнее. Шумоподавление улучшили. На выбор теперь 4 силиконов амброшюры, адаптивное переключение в режим прозрачности, 6 часов работы от одного заряда с кейсом до 30 часов. Но самой долгожданной, естественно, была презентация нового iPhone 14. Компания распрощалась с мини-версией смартфона. iPhone 14 будет доступен лишь в двух вариантах с диагональю 6.1 и 6.7 дюймов. 120 Гц по-прежнему в базовых моделях нет, это привилегия только версии Pro. Из действительно существенных изменений можно отметить новую камеру, улучшение датчиков распознания лица на фронтальной камере, а также поддержку спутниковой связи. Таким образом, пользователи смогут отправлять SMS-сообщения даже вне зоны доступа сотовой связи. Но уточняется, что эта функция будет работать лишь в Америке и Канаде. Из минусов хотелось бы отметить, что для обычных версий не поменяли даже процессор. Он остается таким же, как и в 13-й версии. Улучшение будет лишь на Pro. Дизайн тоже не поменялся. Челка также осталась у обычной версии, но изменилась в версии Pro. В продаже 14 iPhone появится не сразу. 16 сентября обычная модель, 7 октября версия Plus. Традиционно сам инновационный это iPhone 14 Pro. Челка ушла в прошлое. Pro версии iPhone 14 наконец-то обзаведутся долгожданной функцией Always-On Display, которая уже давно есть в Android смартфонах. Другими словами, экран iPhone, даже будучи выключенным, демонстрирует пользователю время, уведомления, дату и другую системную информацию, как сейчас это происходит в Apple Watch, при этом потребляя минимальное количество энергии. iPhone 14 Pro получил новый процессор A16 Bionic, что, по словам представителей Apple, делает работы телефона быстрее всех других ныне существующих смартфонов. В 2022 году Apple наконец-то заменит 12-мегапиксельный модуль главной камеры на 48-мегапиксельный сенсор, что позволит снимать видео в 8К. Но достанется такой апдейт опять же лишь iPhone 14 Pro и Pro Max. Новый 14 Pro и Pro Max появятся в продаже с 16 сентября. Цены стартуют с 999 и 1099 долларов соответственно. Удивительно, но их стоимость не изменилась. Ранее инсайдеры намекали, что новинки подорожают на 100 долларов, но этого не произошло. Про iOS 16 пока никакой информации нет. Ждем октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова